Девушки отдыхают Как современный чемпион мира по фехтованию победить прославленных мушкетеров Дюманов? Для начала давайте сравним. В прошлом известные мастера клинка за всю жизнь участвовали в сотнях сражений и дуэлей. Сегодняшний фехтовальщик только за один год проводит до 10 тысяч схваток. А для достижения высшего мастерства надо тренироваться более 10 лет. Сильнейших фехтовальщиков мира традиционно собирает международный турнир «Московская сабля». В этом году в нашу столицу приехало более 60 спортсменов из 11 стран. Такой интерес не случайно. Турнир привлекает не только своим высоким рангом, категорией А, но и возможностью встретиться именно с советскими фехтовальщиками на сабле, которые с 1983 года владеют титулом сильнейшей команды мира. Они побеждали в командных соревнованиях на большинстве мировых чемпионатах, в Олимпийских играх и в личных первенствах на Олимпиадах в Мюнхене, Монреале, Москве, на соревнованиях «Дружба-84». Мировое фехтование на саблях за 4 года подготовки к Олимпиаде в Сеуле пережило заметный подъем. К традиционным его фаворитам, советским, итальянским и венгерским спортсменам по праву присоединились сначала болгарские, а затем французские и польские мастера. На материале турнира «Московская сабля-88» фильм расскажет о мастерстве сильнейших советских и зарубежных фехтовальщиков. Фехтование очень своеобразный вид спорта, поэтому комментировать поединку мы попросили известного в прошлом саблиста Давида Тышлера. Говоря о развитии фехтования на саблях в мире, нужно прежде всего отметить заметный рывок, который сделала команда фехтовальщиков Франции. Особенно ее лидер Жан-Франсуа Лямур. Он стал вначале чемпионом 23-х Олимпийских игр, а затем чемпионом мира 1987-го года. Ну, в начале поединка борьба за инициативу, серия обоюдных атак. Ну, вообще, надо сказать, что состав атак Франсуа Лямура несколько узок. И сближается он в атаках небыстро. Но стремится к внезапному ускорению, точно выбирает сектора нанесения удара. Сейчас он слева. Его противник сейчас итальянский фехтовальщик Марко Марин. Именно в поединке с ним Франсуа Лямур оспарил золотую медаль на Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Перемещение Лямура по дорожке прямолинейное, без вертикальных колебаний. Франсуа Лямур выдержан. Нацелен и ищет момент для атаки, особенно в ситуациях завершающих поединок. Лямур слева. Его противник, итальянский фехтовальщик Фердинанд Меглио. Вот мы видим, он очень внимателен, ищет момент для того, чтобы контратаковать или защититься. Достаточно выдержан. Прекрасная атака с действием наружием. Лямур был справа и нанесен удар своему противнику. На дорожке Антуан Гранжиеверон, Франция. Он ведет поединок с Фердинандом Меглио, Италия. Гранжиеверон справа. Он постоянно ищет конкретный тактический контакт с противником. Скупо маневрирует по дорожке, но широко пользуется ложными действиями. Состав его приемов подобран удачно. Как в наступлении, так и в обороне. Он упорно борется за инициативу поединка. Вместе с тем, он допускает в обороне технический брак, подвержен зрительным помехам. Сейчас на дорожке он справа. Упорно обороняется, отступает и переходит в ответную атаку с винтами. Отлично выполнено. Ну, сейчас схватка, где Гранжиеверон полностью использовал всю длину поля боя. Затем контратаковал противника уколом с переходом в прямую руку. Аналогичная схватка. Пьер-Франсуа Гишо, Франция. Франсуа Гишо предпочитает оборонительный бой, в котором оптимально чередует защиты с выбором и контратаки. Вообще-то он выдержан при подготовке ситуации для перехода в атаку. Хорошо момент находит. Быстр в действиях. Но подвержен помехам. И это видно в глядя на движение у вооруженной руки. Подвержен помехам от движений противника оружием и передвижениями. В действиях сабли, особенно в атаках, допускает технический брак. Вот сложная схватка, где бойцы обмениваются серией ударов. Причина в том, что судья поздно сказал команду «Стой!» и оба спортсмена излишне эмоциональны. Как и Лямур, практически все фехтовальщики Франции стремятся к нефорсированному и тактически регламентированному течению поединка, используют ложные сближения и короткие нападения для подготовки атак. Широко у них распространены верхние защиты с выбором и атаки в открывающийся сектор. На дорожке справа сейчас Филипп Дель-Рю, Франция. Он пристрастен к атакам с действием наружия и обобщающим защитам. Сейчас вышел на дорожку итальянский фехтовальщик Марко Марин. Он в поединке с советским спортсменом Федором Кириенко. Марко Марин – сложившийся мастер. Завоевал серебряную медаль личного первенства на Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Он был и чемпионом мира среди юнеров. Марко Марин постоянно нацелен на высокий результат. Сохраняет хладнокровие при любом счете боя. Пристрастен к атакам с действием на оружие и обобщающим защитам. Если оценить более точно его арсенал атакующих действий, то у него хорошее соотношение между преднамеренными и экспронтными действиями. Вместе с тем склонен к риску в напряженных ситуациях. Марко Марин – слева он ведет поединок с французским техтовальщиком Дель Рю. Марко Марин высокого роста, его атаки глубокие. Он хорошо координировал движение вооруженной рукой и передвижение. Сейчас он выполнил прекрасную атаку с действием на оружие и нанес своему противнику удар. Франко де ла Барба – Италия. Наиболее разносторонний, подготовленный спортсмен в своей сборной команде. Он не раз боролся за медали на мировых перенствах. Его действия разнообразны, как в наступлении, так и в обороне. Выдержан. Готовит моменты для выхода в атаку. Особенно опасен де ла Барба. Незаметными именно выходами врата, которые быстро удлиняют. В обороне характерен неожиданным применением обобщающих защит с ответами. Итальянская сабля традиционно сильна на мировых перенствах, но особенно на Олимпиадах. Именно с итальянскими мастерами скрещивали сабли на пяти Олимпийских играх советские фехтовальщики. В их технике и тактике стремление к внешней упрощенности действий, но выполняются они с максимальной быстротой и внезапностью, предельной волевой отдачей. Общезаметно сбалансированное использование как беговых форм нападения в атаке, так и выпадов. На дорожке Фердинанд Меглио, Италия. Он неоднократно выступал в финалах мировопереста и крупных турниров. Имеет технико-тактическое своеобразие. Однако бой ведет безвидимого брака, быстро приспосабливается к тактическим намерениям противников. Не атакует с места, стремится их преднамеренно подготавливать. В обороне широко использует прямую руку и комбинации защиты. Джованни с кальцией, Италия. Упорен в борьбе за инициативу, но разнообразен только при противодействии атакам. В действиях обороны предпочитает попытки их контратаковать. Сейчас противник с кальцией, известный болгарский фехтовальщик Васил Этропольский. С кальцией на экране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok На дорожке все Джованни с кальцием. Но по его движениям видно, они несколько угловаты, но очень быстры. Сейчас вновь обмен ударами, опять из-за поздней команды судей. Но участники просят прощения друг у друга. Все в порядке. На дорожке Янаш Олях. Он выделяется своим мастерством среди польских фехтовальщиков. Он бурный рост продемонстрировал за последние 2-3 года. Став чемпионом мира по юношам, а затем он победил в Кубке мира 87-го года. Его противник Васил Этропольский, Болгария. Януш Олях легко передвигается по дорожке. Отличается концентрированным вниманием. Избегает неожиданностей. В используемых действиях и их подготовке разнообразен. Выделяется сильной защитой, которую часто используют преднамеренно. Вместе с тем уязвим в середине дорожки. Правда, заметно обостряется при приближении к линии границ. Вот он, Васил Этропольский. В этом поединке Этропольский побеждает Янаша Олях. Глубокие атаки позволяют ему все-таки преодолеть сопротивление противника. Николай Моринчевский, Болгария. Атлетически сложен, быстр. Однако репертуар его действий несколько ограничен. Преимущественные нападения по маске. Он достаточно собран, внимателен. Трудный противник для любого мастера. Интересное событие, неожиданное произошло на турнире Московской Сапля. Президент Всемирной Федерации фехтования Буатель вручает памятное оружие советским фехтовальщикам за их большие достижения на международной арене. На дорожку вышел Михаил Бурцев, СССР. Заслуженный мастер спорта, чемпион 21-х и 22-х Олимпийских игр. Он же победил в соревнованиях «Дружба-84» в личных и командных соревнованиях. Он самый опытный в составе команды СССР сегодняшней. Бурцева отличает высокую культуру движения оружием и передвижением. Стремление обыгрывать противника, предугадывая его замыслы. Михаил Бурцев обладает особенно прочной обороной. Разнообразно в том числе парирует в контратаке противника. Имре Буйдыши, он ведет бой с Михаилом Бурцевым. Имре Буйдыши один из сильнейших венгерской сборной. Завоевал серебряную медаль в переносе мира 1986 года. Атлетический сложен, быстро, мощно передвигается по дорожке. И прежде всего глубоко атакует. Но правда, в бою с Бурцем это нелегко. Он натыкается на прочную оборону. Вот как в этих как раз схватках. Сначала с пятой защиты ответ, затем и с четвертой. Противник Бурцева. Венгерский фехтовальщик Чонграде. Опытный боец. Очень быстро. Постоянно маневрирует. Нелегко даже суетится, этим отвлекая и запутывая своих противников. Внешне постоянно готов к обороне. Однако все-таки маскирует этим своя нацеленность на атаку. Пристрастен и к нападениям с прямой рукой. Вот он сейчас покидает дорожку после боя с Бурцем. У Бурцем новый противник. Это венгерский фехтовальщик Бенко Сабо. Бенко Сабо высокий, быстрый, обладает достаточно хорошей ловкостью, глубокими атаками. При этом успевает выбирать сектор для нанесения удара. Вот мы его на экране видим. Глубокая атака. И выбран сектор для удара. Пытается парировать контратаку Бурцу. А Бурца в данном случае использует контратаку уколом. Еще раз. Отлично выполнен укол. В данном случае интересная схватка, где Бурцев парировал нападение нижней защитой. А сейчас перешел в атаку и с выбором сектора нанес противника удар. Все же, пожалуй, наиболее хорошо Бурцу удается именно парирование контратак по ходу сближения с противником в атаке. Поединок закончен. Сначала эмоциональная реакция. Ну, а затем друзский рукопожатник. Сергей Коряшкин. СССР. Чемпион мира 86-го и 87-го годов в составе команды. Он же победитель международного турнира Московская Сабля 86. Для него характерна подчеркнутая имя длительность подготавливающих действий. Правда, за внешним спокойствием спрятаны хорошо освоенные приемы и высокая личная значимость результата каждого боя. Сергей Коряшкин сложившийся мастер. Разнообразен в защитах, контратаках, атаках на подготовку. Он быстр и внезапен в нападениях. Вот как в этой атаке. Сергей слева. Он мощный спортсмен. Хорошо сложен. Сергей Миндергасов. Советский Союз. Заслуженный мастер спорта. Чемпион мира 86-го года в личном перенести. Он же победитель соревнований «Дружба» 84 и трех мировых перенест в составе команды СССР. Сергей Миндергасов сформировался как разнообразно подготовленный мастер, действия которого устойчивы в наступлении обороны. В атаках заметно пристрастие к беговым приемам сближения с противником. Очень любит уколы, особенно переходящие в прямую руку. Сергей начинает атаки плавно, небыстро, заметно ускоряется. Вот как сейчас. Теснит противника, разбегаясь, а затем переходит в атаку или парирует контратаку по ходу сближения. Во всяком случае, передвигается свободно, хорошо координирует свои движения. Наиболее сильным удаются парирование контратак. Вот как в этой схватке. Защита и переход в ответную атаку с хинтером. Прекрасно выполненное нападение. Интеркасов к нам лицом. Он левша. Парирует контратаку противника и аносит отвертный удар по туловище. Тот же кадр показан только с другой точки. Трапидные кадры. Поединок завершен. Его противником был Скальца. Завершение матча СССР-Венгрия, в котором победили советские фехтовальщики со счетом 9-5. Георгий Погосов. Он справа. Фехтует левой рукой. Заслуженный мастер спорта, четырехкратный чемпион мира и победитель соревнований «Дружба-84» в составе команды. Выдающиеся результаты показал именно в командных мировых перенствах. Кирки Погосов разнообразен в средствах ведения поединка. Широко использует их комбинации. Особенно уверенно ведет оборонительные схватки. Он стремится обострять ситуации до предела. В них исключительно изобретателем. Хорошо маневрирует по дорожке. Очень остро ощущает сам ход каждой ситуации, ход поединка. Для него характерно уверенное единоборство именно клинком в сложных схватках. И движение оружием его экономный, рассчитанный. На дорожке два левши. Справа Погосов. Как раз парирует атаку противника и наносит ответный удар. Он дрался. Поединки с Ласла Чонгреди, Венгрия. Сейчас Погосов слева. Наносит ответный удар. Опять ответный удар. Вновь защита и ответный удар. Длинную атаку. Разбегаясь, начинает Погосов. Парирует контратаку уколом. И продолжает нападение. Парирует контратаку противника уколом. Вообще, в этом турнире сабля Москвы 88. Погосов фехтовал очень уверенно. Парирование второй защиты. И ответный удар противнику по боку. Погосов и Бенко Саба был бой. Мы сейчас с вами видим поединки. Финала личного первенства. Московской сабли 88. Которые проведены с использованием системы электрофиксирования. Фиксации уколов и ударов. На спортсменах одеты. Металлизированные по поверхности курточки. И перчатки. А маски, да и сами спортсмены. Присоединены проводами к электроцепи. Правда, в тактике боя. Заметных изменений не обнаруживается. Но явно строже становится требование. К технике нанесения ударов. Ведь эти удары теперь фиксируют не судья, а электрофиксатор. Принципиально бой с использованием электрофиксатора не имеет принципиальных изменений. Во всяком случае, спортсмены еще и не освоили достаточно специфику электрофиксатора. Однако, уже первые высказания говорят о том, что принципиально тактический рисунок боя сохраняется. Противник Погосова — Этропольский. Погосов — последние поединки. Его сейчас противник маленький чешский Николай, Болгария. Именно с ним он скрестил саблю в борьбе за первое место. Сейчас решится, собственно, звание победителя. В этом поединке Погосов полностью владеет инициативой. Особенно удачно атакует. За решающие схватки, борьба за инициативу. Погосов наносит этот решающий удар и побеждает в турнире «Московская сабля» третий раз. Ну, товарищи по команде, тренеры. Рады его успеху. В итоге можно сказать, что при своеобразии подготовленности и личностных качеств сильнейших советских спортсменов характеризует единство основ техники и тактики, выполнения передвижений и действий оружием, способов подготовки и применения нападений. В общем, всего того, что составляет отечественную школу фехтования. Мировый класс советских мастеров сабли является предпосылкой сохранения ими ведущих позиций на международной арене. И все-таки, Давид Абрамович, как на Ваш взгляд, победят нынешние фехтовальщики мушкетеров прошлого? Думаю, что да. Современный фехтовальщик тренируется больше. У него шире круг приемов, которыми он владеет. У него, конечно, больше боевой опыт. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok